Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня мы поговорим о трейдине, поговорим о его плюсах, минусах, стоит прибегать к этой функции, так сказать, либо пытаться самому продать. Ну что, поехали! Расскажу вам на собственном примере, как я воспользовался этой услугой, и чем же она мне понравилась, и чем она мне не понравилась. Итак, как вы уже поняли, у меня на столе лежит коробка от Эквинокса. Постоянные мои зрители знают, что я ходил с Етраком. Да, у меня был до последнего момента Етрак, я приобрел себе Эквинокс благодаря услуге Трейдин. В конце немножко сделаем обзорчик на новый аппарат, а сейчас Трейдин. Ну что же это такое, и с чем его едят? Действительно ли так хороша эта услуга? Давайте сейчас поконкретнее по каждому. Давайте с минусов, друзья. И начнем издалека. То есть, вот был у меня прибор, да, все. Я написал дяде Мите, так и так хочу поменять. Сделал фотографии, хорошие фотографии, четкие фотографии, гарантийных талонов. Вот. И все рассказал. Какие-то где-то, ну у меня косяков не было с аппаратом. Единственное, у меня катушка была неоригинальная. Ну, стоит рассказать все, все до мелочей стоит рассказать, чтобы потом, когда вы отправите аппарат, чтобы вам не пришлось его обратно возвращать дяде Мите. Чтобы, ну, все обговаривать, скажем так, досконально до мелочей. И вот я сфотографировал, все о нем рассказал, отправил фотографии. Дядя Мите оценил первоначально. Выставил свою стоимость, которая меня устроила. Я отправил свой етрак. Дядя Мите мне, после того, как получил и проверил, все ли в порядке, отправил мне к венок. Все. Вся эта процедура заняла у нас 8 дней. Видите, все как быстро. То есть, я еще успею в этом сезоне им походить. И к Новому году уже более-менее подготовлюсь. Потому что к нему надо, ну, к любому аппарату надо привыкать. Ну, конечно же, есть и минусы. И минусы какие? То есть, вы хотите одну цену. Но вам, естественно, предложат другую цену. Потому что это магазин. Потому что там работают люди. Они тоже рискуют многим. Ну, и, соответственно, им тоже надо как-то зарабатывать. Иначе зачем открывать магазин? Соответственно, какой-то процент дядя Митя себе тоже берет. Но, это, да, это минус. По услуге трейд-ин у вас аппарат будет дешевле, чем, скажем так, рыночный. Или чем дешевле той суммы, которую вы планируете взять за свой аппарат. Но есть одно но. Этот минус очень легко перекрывается чем? Вы где собрались продавать свой аппарат? В контактах? Или в одноклассниках? Или в какой-то там еще социальных сетях? Отлично. Давайте об этом поговорим. Собрались вы продавать. Сделали объявление, сфотографировали, красиво написали. Общаетесь в личке. С кем? Хорошо. Вы не мошенник. У вас реальный аппарат. Вы реальный продавец. У вас много друзей на странице. Но об этом знаете только вы. А больше никто не знает. Кто может это подтвердить? Что это для покупателя? Это риск. Покупка в социальных сетях или на других ресурсах. Там авито, мавито там их полно. Это большой риск. Отдать полтинник, например. Где-то покупая в авито, это надо быть полным дураком. Или в контактах. Ребята, вы что? Лохотрон. На каждом шагу, друзья. Ладно там по какой-нибудь там, по рекомендации друг друга, друзей. Ну и то, это при личной встрече. Надо выходить на личные встречи. Ну, я уж думаю, не все из нас, из копорей, миллионеры, которые готовы просто так там отдать 50-30 там, да там сколько-то там тысяч. Да даже, да хоть несколько, но их жалко. Е-мое, горбатишься за них, блин. И чтобы тебя прокинули. Это большой риск, друзья. А здесь, в магазинах у Деда Мити, здесь никакого риска. Все натурально. Тем более, вот, тем более, кстати, Дед Митя стал официальным дилером многих ведущих компаний, которые занимаются производством оборудования для металлопоиска. Одна из этих фирм, Минилаб, официальный дилер. Никаких леваков, друзья. И раньше их не было, но и сейчас тем более их не будет. Если вам какие-то сайты предлагают, там, те же самые аппараты, но на несколько тысяч дешевле, запомните, Минилаб можно всегда пробить на сайте производителя. Но этот сайт, клон такого сайта, очень легко сделает любой программист за несколько часов. И магазин даст вам такую ссылку, и вы пробьете там, и он будет пробиваться, да? Сайт вам выдаст то, что это оригинал, и вы будете спокойно ходить копать, но недолго. И если, не дай бог, придет время отдать в сервисный центр, у вас его не примут. Так что у официального дилера всегда необходимо покупать и обезопасив себя тем самым. Ну и плюсы. Какие плюсы? Это скорость. Вот она, неделька, и у меня новенький приборчик. Это опять новый прибор, это опять гарантия, это опять продлеваемое свое, такое, так сказать. Короче говоря, друзья, можно продавать свой прибор и ждать каких-то больших-больших там денег, какие вы за него хотите. Можно очень долго, не один сезон. А он с каждым годом будет только дешеветь, ваш приборчик-то. Поэтому лучше немножко потерять, немного, там, ну, дед Митя не обдирает. Реально, все это решаемо в диалоге. Обсуждайте, торгуйтесь, конечно же. Это рынок, тут надо торговаться. Торгуйте, обсуждайте, и это небольшие эти затраты, по-любому вам окупятся. Будем продолжать беседу и потихонечку распаковывать. То есть, распаковать я уже обертку, так сказать, снял, чтобы не тратить время на это. Может быть, камеру передвинутную, чтобы получше вы видели. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, значит, вот такие вот тут разные макулатура лежит. Есть и на русском языке. Здесь краткое описание комплектующих. Вот, пожалуйста, о чем я сейчас вам хочу еще дополнить. Вот у нас гарантийный талон на обслуживание. Все, тут вот визитки дядь Митина. Вот его телефончики. Чек есть у меня? Вот, пожалуйста, чек. Вот, в подарок пришел еще и чехольчик, ребятки. Чехол для Эквинокс. То есть, он... Под ним стоит ценник ноль. Вот, товарный чек, пожалуйста, друзья, на 60 тысяч. Видите? Вот он на сайте столько стоит. И товарный чек такой же. Несмотря на то, что мы не тратили денежки, да? То есть, и трак подороже. Я тут отправил. Ну, и вот, в общем, мы и так договорились. Как вы договоритесь там с ним? Это уже все зависит от вашего прибора. Так, видим защиту. А, это катушка. Катушечка. 11-дюймовая. Так, что тут еще у нас? Подлокотнички. Вот чехольчик. Такой водонепроницаемый, видимо. Так, сам прибор. Вот он, такой красавчик. Слушай, на нем уже здесь нанесена пленочка. Вот. Давайте в сторону отложим. Коробочки. Что у нас тут в этой коробочке? Проводочки. А, ну, естественно. Он же ведь на аккумуляторе. Аккумулятор здесь встроен в ручку. И вот зарядник. Магнитный зарядник. Смотрите. Здесь неодемовые магниты. Приклеиваешь и заряжаешь. Очень прикольно придумали. Так, второй зарядник. Это вот бокс. Минилабовский. Дорогущая штука, скажу я вам. Это для наушников. Вот так. Ремешок для подлокотника. И вот такие вот пленочки на чехол. Ой, на этот. На экран. Пленки на экран на разных языках. И тряпочка. Так, а это что? А, это заглушка, видимо. Фирменная заглушка. Минилаб. Фирменная заглушка. Это вот отсюда. Вылезла. Ну ладно, потом мы ее уберем. Так, руководство по началу работы. Русский язык. Отлично, молодцы. Спасибо вам за русский язык. Уважайте. Вот. Здесь краткое руководство. Быстренько. О быстром ознакомлении, так сказать. Так, а это, ну это уже не для русскоязычного населения. Так, тут что у нас в коробочке? Какая коробка классная. О, спасибо, ребята, спасибо. Постарались. Вот они, наушнички. Тоже опять мануальчик. Так, распакованы. Опа. Ну, наушники, наушники. Ах ты, как хорошо сидят-то. Так, карбоновая нижняя штанга. Резинки, смотрите, как сделаны. То есть они уже в штанге. Толстые резиночки, отличные. Вот она, средняя штанга. Штанга цанговая, с зажимом. Вот, это сейчас мы будем собирать его. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok